Исайя 2, 1 по 4, слово, которое было в ведении к Исайи, сыну Амосову, и Аюде и Иерусалиму. И будет в последние дни гора Дома Господня, будет поставлена по голову гор, и возмыслится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям. И будем ходить по слезам Его, и в аккессионно выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличив многие племена, и берегу и учить свои народы, и Бога Своей на Светвы, и не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать. Аминь. В книге Исайя описана вся история великого искупления всего человечества. От сотворения неба и земли до нового неба и новой земли. Исайя был известен тем, что увидел много откровений о будущем Мессии Иисусе Христе. Сегодняшнее отрыво – пророчество о последнем времени человеческой истории. Но он поставил его в начале его книги, потому что оно является самым важным откровением. Вот сегодняшнее откровение – это самое важное откровение. Давайте узнаем, что произойдет в мире в последние дни. И что нам делать в то время, в это время. В первой главе пророк обличает народ Израиля. Если мы читаем первую главу книги Исайя, сразу не очень приятно. Сразу получаете шок. Вор знает владителя своего, и осел ясный господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой неразмеи. Убы, народ грешный, народ обремененный в беззаконии. Племя злодеев, сын и погибель. Это, на самом деле, все ругательство. Здесь мы видим, что пророки тоже хорошо ругают. Особенно пророк Исаия, по-моему, он номер один по ругательству. Так страшно он ругает. И откуда он придумал такое ругательство? Короче, это все от его сердца. И он продолжает. Оставили Господа, презрели святого Израильева. Повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах. Все сердце и щаклы. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, петна, гнуящиеся раны, неочищенные, не обвязанные и не смягченные селения. Израильский народ стал очень больным грехами и раны. Как мы знаем, если человек не кается грехом в грехах, и этот грех становится раны, и оттуда течет гной, кровь. Это потом весь покрытый, весь покрытый ранами, гноями. До такой степени, что невозможно было смотреть на их жаркое состояние. Нам кажется, что им нужно утешение. Но пророк не дает им утешение. Наоборот, очень сурово ругает от них. Племя злодеев, племя злодеев, семья злодеев. Семья злодеев. На самом деле, утешение не так помогает. Но грешники всегда хотят получить утешение. Требует утешение. На самом деле, утешение. Утешение тоже нужно, да. Но на самом деле, это не помогает. Не дает спасения. Грешникам есть единственный один кто. Это покаяние. Алимя. Алимя. Тогда будет самый-самый приятный день. После покаяния наступит самый приятный, мирный, спокойный. 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 Вот такой день. Поэтому вместо того, чтобы искать утешение, надо прийти к Богу. Спокойный. Смотрите. Их грехи уже не остались в себе. Грехи росли. И уже все общество было заражено грехами. Люди обманывали друг друга. Убивали. Украли. И начальники любили взятки. Они стали законопреступниками. И сообщениками воров. Израиль. И избранным Богом народом. Израиль. Стал обществом, где невозможно жить. Это все грех-грех. Люди думают, что эта система неправильно делает. На самом деле это все из-за греха. Они должны были покаяться в своих грехах. Чтобы получить исцеление. Однако, они не вернулись к Богу. И их лицемерие, двойная жизнь продолжалось. Например, они каждые месяцы, каждую неделю собрались и молились. О, Господи Израиль. Благослови Твой народ Израиля. Сделай его богаче всех. Благослови наши детей. Наши бизнес. Сам Бог не мог терпеть их лицемерие. Господи им сказал. Ребята, не носите мне жертвы больше. Новые месяцы ваши и праздники ваши. Ненавидите душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. Когда вы простираете руки ваши, я закрываю очи свои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу ваши руки полной крови. Бог просит. Наоборот, Бог просит. Пожалуйста, не приходи. Мне очень тяжело. Да, не надо вот это вас людей. Не надо. Мне вести тяжело. Ну, пожалуйста. И Бог просит. Бог. Бог молит. И когда человек болеет, и церковь болеет лицемерием, истерит невозможность. Я благословляю всех нас, чтобы каждый из нас начали Новый год с покаяния. Тогда этот год будет самым благословенным и благословенным годом. Аллилуйя. 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 Ну, о чем Исаи пророчествует? Прочтем стих 2. Второй стих. Давайте вместе начнем. И будет в последние дни, Город Бога Господня будет поставлена во главу гор, И возвышится над холмами, и протекут дырить все народы. Исайя видит, что если израильский народ стал в такую... И поэтому Бог терпел неудача? Нет. Тогда пророк Исаи видит удивительное видение. И будет в последние дни, Гора дома Господня будет поставлена во главу гор, И возвышится над холмами, и протекут к ней все народы. Гора дома Господня. Гора дома Господня. Это означает гору Сеоди. Откуда выходит Слово Бога. Это есть где находится храм Божий. Будет поставлено во главу гор, Город означает, что Слово Бога возвысится выше всех. Выше всего Слово Бога возвысится, и Слава Божия будет восстановлена на земле. Аминь. В то время Слово Бога в последние дни, да, Слово Бога будет самым высоким, и самым авторитетным, и дравоценным из всех. Аминь. Аминь. И это пророчество о восстановлении в Иисусе Христе. В то время народы не знали Бога. Израиль оставили Бога. Избранный народ Израиля был разделен на две части. Северный Израиль был разрушен Ассирией. Южный Юдей также был в опасности. Поэтому казалось, что Божья история скоро прекратится. «Однако Исаия видит совершенно другое удивительное видение. Но в последние дни Бог делает так, чтобы гора Господня была возвышена, и чтобы все народы потекли к ним». В мире много гор. Например, в Украине есть Карпатские горы. Были? Да. И я надеюсь, что в этом году, если будет возможность, хочу тоже туда поднять с вами. Будет хорошая тренировка. И так же в каждой стране стоит гора власти, где сидят правители, такие как Обама и Путин и так далее. И есть гора богатства, на которой сидят Бильгейцы. На Украине Порошенко и так далее. Очень много. Очень богатые человека. Есть гора науки, там сидят Ньютон, Эйнштейн, Менделеева, Кури и так далее. Есть гора музыки, на вершине которой сидят такие люди, как Гендель, Чайковский, Шопен, Моцарт и многие. И в вершине горы литературы сидят такие люди, как Тольштой, Пушкин, Шекспир, Достоевский. Есть еще в наше время гора популярности, гора искусства. Популярности – это известные певцы, известные кинозвезды, все туда стремятся. Это есть гора популярности. Это та есть гора, да? Нужно. И сейчас молодец. Смотри на это, ой, как классно. Есть гора национализма. Каждая нация гордится собой. Говорят, что своя нация – это лучше всех. И это есть гора национализм. Это очень много гора в мире. Каждая нация – это гора. Каждая нация – это одна гора. На самом деле, на вершине смотришь, да, каждая нация – это великое. Все гордится. В мире есть много такие горы. Кроме того, много, много, много других гор. Люди всеми силами стараются достичь хоть одну из них. Но это не каждому дается. И нам кажется, что в этих горах что-то есть. Вы знаете, после того, как мы достигнем ее, нам придется сразу спуститься вниз опять. Изо всех сил подняться, да, зашли на вершине гору. И в тот же момент надо спуститься. Все равно людям очень нравятся разные мирские горы. Но гора Господня несравнима с никакими горами мира. В последние дни все эти мирские горы будут уничтожены. Будет, даже будет стыдно. Ага, я думаю, что это, 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 высокая гора, это. Ох, какой я был, как я был глупой, какой я был глупой. И все люди поймут. Потому что в последние дни все эти мирские горы будут разрушены, уничтожены. И только одна гора Господня будет во главе. Аминь. И все народы, по-треку, к ней. Все народы уже бросили все горы, которые они раньше стремились. Они бросили и будут стремиться к этой горе. Гора Господня. Аллилуйя. А почему? Почему происходит это? Потому что слуги Бога велики? Нет. Аминь. Это потому что слово Бога победит все. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Нас Господь имит свернитель. Аминь. Бог никогда не оставляет Божью работу несовершенной. В последние дни обязательно восстановится порядок сотворения через Слово Бога. В наше время гора Господня означает церковь. Возвращайтесь на стих 3. Все народы придут в гору Господнюю, говоря, придите и зайдем на гору Господнюю, в дом Бога Яковлева. И научит Он нас своим путям. И будем ходить по стезам Его. Ибо от всего нам выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Давайте прочтем стих 3 еще раз. Начнем. И пойдут многие на гору и скажут, придите и зайдем на гору Господнюю, в дом Бога Яковлева. И научит Он нас своим путям. И будет ходить по стезам Его. Ибо от всего нам выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Все народы придут, это потому что Слово Господне из Иерусалима. Они придут не как туристы, или что там очень хорошая еда вкусная. Они придут туда потому что там есть Слово Бога. То есть в последние дни церкви, в которой есть живое Слово Бога, возвысится над всеми. И народ придут туда. Иерусалим. Иерусалим, когда мы читаем Иерусалим, Иерусалим это символ, церкви, где есть Слово Бога. Всегда. Это у нас Новый Иерусалим. Новый Иерусалим на Его Царство небесное, но на земле это не церковь. В церкви есть Новый Иерусалим. Аллилуйя. В нашей центре это церковь, а в Иерусалим в Одессе. И все народы, все народы придут туда, где есть Слово Бога. И сейчас вы слышите их голос? Слышите их щуп? Что вы слышите в вашем голосе? Какие голос вы слышите? Как я знаю. Как я? Как я? Доберусь в дом. Аминь. 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 Не надо. Аминь. Сидит в церкви. Тяжело. Как. 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 Как не считаешь? Или вы должны слышать голос Святого Духа. Аминь. 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 Не надо разрушить проблемы над проблемами и трудностями. Надо слышать голос Святого Духа. Аминь. 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 Гора Господня. Поставленная на голову горько. И все туда придут. Все придут. На самолете, на автобусе, на поезде. Все придут. Аминь. А потому что есть Слово Бога. Аминь. 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 Вы видите? Аминь. Аминь. Вы слышите? Аминь. 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 А я слышал такой голос. Друзья. О, ребята. Знаете? В Одесском Европе есть живое Слово Бога. Аминь. Пойдем туда. Там пастры научат нас Библию. Бесплатно. Аминь. Ура. Идем туда. Будем жить по Слову Бога. Давай пойдем к пастрю Матфею. А он специалист по бытии. Аминь. Давай изучаем с ним Слово Бытия. Давай изучаем пастрю Моисею. С Моисеем изучаем от Иоанна. Аминь. Да? Исход. Давай. Там известный пастр Петр. Он специалист по посланию Кремля. Давай с ним изучаешь. Будешь. Многие студенты, преподаватели, родители, медицинские придут к нам, встанут в очереди для изучения Библии. Аминь. Аминь. Это не мое видение. Давным-давно уже Исаий видел это видение. Аминь. 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 А сюда мы узнаем, что последним победителем является Слово Бога. Аминь. 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 Слово Бога покоряет весь мир. Все придут. Все придут. Но только Слово Бога вечно и исполнится верно. Аминь. 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 В мире много мирских гор. Но все люди, в конце концов, будут повиноваться Слову Бога. Каждый из нас свидетель. Мы сначала никому не повиновались. Мы были сыны неповиновей. Сыны проклятия. Дети тьмы. Как сестра Алина, мы приняли решение никогда не измениться. Я не буду измениться никогда. Но все поменялись. Изменились. Аминь. Это Слово Бога. Слово Бога является последним окончательным победителем. И все люди будут стоять на колени перед Словом Божьим. Это потому, что только в Слове Бога есть истина, и жизнь, и путь. Аминь. И только Слово Бога дает нам спасение и цели. Аминь. Аминь. Тогда что мы должны делать сейчас? Мы должны молиться, чтобы мы стали церковью, в которой обитает живое Слово Бога. Аминь. 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 Это не красивое здание и хорошее место. Нет. Церковь – это сердце, в котором живет Слово Бога. Аминь. 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 Поэтому, человек или церковь, в которой имеют живое Слово Бога, это очень важно и драгоценность перед Богом. Аминь. Если красивая внешность, и человек тоже красивый, высокий, красивый, но в нем нет Слова Бога. Аминь. 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 Мы has to pack into. Кило. Килограмм. Духовно. Аминь. Батинь. Кину не mosae. Грамм 50. Максимум 100. Поэтому они очень любят 100 грамм. Это их как раз духовный вес. И человек должен иметь Слово Бога. Когда здесь живет Слово Бога, его уважают. Он имеет вес. Даже одно слово говорит все равно люди. А вы хотите быть легким человеком? Нормальным человеком? Хотите ли вы, чтобы у вас было Слово Бога? Аминь! Аминь! Поэтому, что нам надо делать? Надо любить Слово Бога больше всего. Аминь! Когда есть Слово Бога, я уже все, я уже не человек. Все свои дела, житейские, заботы, дела уже на втором месте. Когда есть Слово Бога, сидит так. И Слово Бога тоже, да? Знаете, Слово Бога, да? Когда, например, мы изучаем Библию один на один и слушаем проповедь, да? Это одна огромная одна. Целая проповедь – это одна огромная как-либо живая. Поэтому, когда Слово в начале слушать, а чего-то пастор Иоанн, наверное, долго будет читать. Идем на туалет, там полчаса сидим. Когда вот эта длинная рыба, да? И лес отрезанная. И все мертвое становится. Она не бегает, поэтому осторожно. Надо слышать Слово Бога. Внимательно и Духом. И нам надо ставить изучение Библии выше в сердце, кто изучает и кто учится. То же самое. Когда Бог сделает нас, тогда Бог сделает нас самыми благородными людьми в мире. Аминь. Если вы верите, скажите Аминь. А если нет, значит мальчите. Нам кажется, что в мире есть что-то лучшее, чем Слово Бога. Очень часто это нам кажется. Нам кажется, что в мире что-то сильнее, чем Слово Бога. Что-то лучшее, интереснее и полезнее Слово Бога. Нам надо знать точно, что в конце концов, люди вернутся к Слову Бога. Аминь. И не могут не падать перед Словом Божьим. Нам кажется, что в мире очень сильнее, лучшее, престижнее, чем Слово Бога. В конце концов, Слово Бога покоряет весь мир, и мир будет Царство Бога. И будет он судить народы, и облачивать многие племена, и перекует мечи свои на серпы, и копия свои на серпы. Не поднимет народ на меча, и не будет больше учиться воевать. Но тогда вообще армии уже не надо. На земле будет Царство Бога. Это все Слово Бога делает. В то время в мире не будет больше войны террористов. Америка больше не будет соперничать с Россией. И Божье правление означает правление Слова Бога. И Слово Бога – это Иисус Христос. Еще раз вернемся к видению Иисуса. Давайте второй стих. Начнем еще раз. Начнем. «И будет последние дни, когда Дома Господня будет поставлена в главу гору, и возвысится над полмами, и потекут к ней все народы». Ребята. После прихода Иисуса сначала на гору пришло двенадцать учеников, потом сто двадцать человек. И потом на эту гору пришел Сау. Павел. А потом многие предки верят. И потом многие пастыри. И сегодня одесские пастыри тоже. И так же в Африке, в Азии и во всем мире. Многие идут сейчас на эту гору. Гору дома в Господне. Мы увидим многих тоже в Вольденшире под шестнадцатого года. В Сеуле. Сколько много людей туда уже потекли. Но это не все. Это продолжится до времени второго пришествия Иисуса Христа. Аминь. В прошлом году Бог активно работал в нашей церкви. И Бог очень щедро в нас. Аллилуйя. Многие новые братья и сестры начали изучать Библию и начали новую жизнь. Это огромное дело на самом деле. Это новое творение. Это новое творение на камеру. Это не то, что кто-то получил улучшение условия и так далее. Кто-то жил в подвале, да? А то он живёт уже в втором этаже. Трёхкомнатная квартира. Это изменение или нет? Да. Тоже изменение. Но это изменение не сравним. Кто-то начал новую жизнь, стал сыном Бога или дочери Бога. Это огромное дело. Аминь. И многие у нас такие. Многие начали новую жизнь. И студенты уже знают о нас. Но, знаете, в начале года Бог даёт нам это слово, чтобы мы не впали в гордость. И слово наполнилось видением. Аминь. Аминь. Не забудете, что слово Бога, гора Господня, выше всех гор мира. Аминь. 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 И все народы придут к ней, говорят, придите, взойдём на гору Господню, в дом дома Яковлев. И научит он нас своим путям. И будем ходить после за него. Ибо от сил нам идёт закон и слово Господне из Веселева. Аминь. Аминь. Что нам делать? Нам надо готовиться к этому. Давайте помолимся, чтобы каждый из нас стал хорошим учителем Библии в 2016 году. Для этого мы должны любить слово больше всего. И каждый должен готовить минимум, как минимум, тетрадь для изучения Библии. Тетрадь для изучения Библии, Евангелия Матфея, Евангелия Атеона, и каждой книги Библии. И каждый из нас должен быть добрым пастырем, который служит многим. Аминь. А вы говорите, что экономический кризис, и люди потеряли духовное желание. Найти трудно. Трудно найти. Аганцы? Так говорите, да? Нет? Слава Богу. Слава Богу. Нет. Пророк Исаия смотрит совершенно по-другому. Аганцы придут. Здесь написано. Аминь. Аминь. Народу придут. Если есть слово Бога. Аминь. Вопрос в том, что люблю ли я Слово Бога? Вот это вот. Имею ли я живое Слово Бога? В этом вопросе. Не говорите, что найти трудно. Аганцы найти трудно. В Библии написано. Придут народы. Не только Аганцы. Народу придут. Даже народы. И в этом вопрос. Готов ли я для изучения Библии? Готов ли я для изучения Библии? Готов ли я? Пришел Аганцы, да? Я еще не готов. Еще не готов. Сейчас время. Пасха, да? Но еще живой в Рождество. И сегодня Рождественская музыка еще. А, там Новый год, да? Эпи Нью-Йор, да? Ага. И нам надо готовиться. Тогда, если готов, Господь обязательно сделает нашу церковь и гору Господнюю. Аминь. Самое благословенное и радостное. Аминь. Я благословляю вас, чтобы каждый стал хорошим учителем. И каждое колено было пальмом новых учеников. Аминь. И... Следующий день у нас... Следующий день, да? Мы будем изучать двадцать один этап для учеников. Для новых тоже хорошо. Каждый будет изучать, начиная от бытия, да? Мечебство бытия. Если пастырь, еще раз. Я знаю. И потом периодически еще продолжим о вере в воскресенье. Аминь. Аминь. И все это вы делаете себе книгу. Собираете книгу. И в следующей неделе мы решили посещать, 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 посещать. В Франкфурт. Первый раз я... Там есть множика и множика проблем. Центр. Аминь. Поэтому мы едем туда в богослужение. В воскресенье как раз. Мы специально так регулировали, что в воскресенье мы были там, участвовали в богослужении. Если что-то может служить, что-то может служить, где-то четыре дня мы будем там. Молитесь, чтобы наши церкви стали источником живого Слова Бога. Аминь. И каждый из нас. Аминь. Аминь. Любите Слово. Читаем. Продолжим читать Слово до конца Нового Завета. Аминь. Аминь. И сегодня читали наши братья. Взяли уже ключевой стих для Нового года. Это очень хорошо. И мы должны иметь радость именно в изучении Библии. Аминь. В изучении Библии самая большая радость для нас или нет? Аминь. Да? Аминь. Аминь. Когда из изучения Библии даже не кушаешь, все равно не голодный. Аминь. 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 Аминь.